Добрый день на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратан Плаза. С вами Маргарита Капарова. Власти Башкортостана и Уфы разработают концепцию сохранения водных ресурсов. Поручение дал глава республики Радихабиров на совещании в формате транспортного часа. Участники заседания отметили, что ключевой задачей является повышение полноводности основных судоходных рек, поэтому необходимо расчистить русла и применить другие методы борьбы с их обмелением. Кроме того, нужно снизить негативное влияние антропогенных факторов, то есть оптимизировать добычу песчаной гравийной смеси в руслах рек и использование воды промышленными предприятиями. В экспертной среде также обсуждается целесообразность строительства инженерных объектов, каскада поддерживающих плотины и водохранилищ. Еще один вопрос повестки – развитие речного транспорта, в первую очередь в акватории Уфы. Участники совещания обсудили варианты модернизации парка судов и причальной инфраструктуры, а также развитие цифровых сервисов. Надо Минстрою сделать поручение, Минстрою совместно с городом здесь сделать программу развития речного судоходства. В акватории там обозначить, мы же там не претендуем до Павловки ходить, или речного судоходства в районе Уфы хотя бы. Эта программа должна быть, значит, она должна вот все предусмотреть. В этой программе должен быть примерный прогноз, значит, расчеты бюджетных средств, муниципальных средств и, соответственно, небюджетных средств. Чтобы мы потом эту программу, если утверждаем, условно начинаем с 2006 года. Глава региона также подчеркнул, что речное судоходство является перспективным направлением, поскольку представляет интересы для инвесторов. Перед руководством региона стоит задача проанализировать оценки специалистов и в течение месяца предоставить предложения, которые лягут в основу стратегии. Муниципалитеты должны ликвидировать 208 оставшихся несанкционированных свалок. Ход работы обсудили на совещании под председательством премьер-министра Андрея Назарова. Отмечена работа тех, кто опережает поставленные сроки. Однако ряд глав районов пожаловались на правовые коллизии в этом вопросе. В частности, 138 свалок расположены на так называемой неразграниченной территориях, которые не принадлежат муниципалитетам. И расходы на это надзорными органами могут быть восприняты как нецелевые. В свою очередь прокуратура торопит чиновников на местах, как можно скорее очистить эти территории от мусора. В этом помогает и республика, а также региональные операторы. Для устранения свалок задействовали 356 машин. Уже вывезли на полигоны 390 тысяч тонн мусора. Администрации муниципальных районов, на территории которых имеются несанкционированные свалки, включенные в предварительный перечень объектов федерального проекта генерального уборка, принять срочные меры по приведению их в соответствии с требованиями. Необходимо это сделать до начала обследования таких объектов Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Второе. Администрации Мальшеевского, Белорецкого, Крамасалинского и Баймасского районов до 1 июля обеспечить приведение в соответствии границ свалок с учетом подтвержденных маршеевских замеров. О результатах проинформировать Министерство природопользования и экологии. Также премьер-министр поручил Минземимущество региона устранить юридические проблемы, связанные с неразграниченностью земель, где есть свалки. При необходимости передать эти участки на баланс муниципалитетов. В Башкортостане мошенники рассылают сообщения школьникам от лица экс-главы Миноборнауки Айбулата Хажина. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания Республики. Накануне выпускникам уфимских школ начали поступать сообщения в Телеграме. Под видом Айбулата Хажина, который сейчас возглавляет комитет в парламенте, аферисты требуют от школьников заплатить 5000 рублей штрафа. В сообщениях экс-министр образования Республики представлен как председатель комиссии по ОГЭ. В них говорится, что учащиеся были замечены за списыванием, их работы аннулируют, поэтому необходимо заплатить якобы административный штраф. Я официально заявляю, что данная информация не имеет никакого отношения к реальности. Я не являюсь председателем комиссии по ОГЭ и никаких штрафов таким образом не взыскиваются. Это однозначно исключено. Прошу быть бдительными и не поддаваться на провокации и уловки мошенников. Напомню, в этом году около 46 тысяч школьников сдают ОГЭ по всей Республике. В целом по стране в экзаменах принимает участие почти 1 миллион 600 тысяч человек. Управление капитального строительства Республики могут наказать за поликлинику «Долгострой» в Баймаке. Управление Федерального антимонопольной службы обнаружило нарушение закона о конкуренции в ходе возведения объекта. По данным ведомства, контракт на строительство клиники заключили в 2021 году. Начальная стоимость объекта составляла около 249 миллионов рублей. В первой редакции контракта говорилось, что все работы должны быть завершены до ноября 2021 года. То есть на строительство трехэтажного здания с нуля отводилось всего 4 месяца. В антимонопольной службе считают, что участники конкурса, кроме геостроя, не знали, что сроки сдачи объекта продлят, поэтому не рисковали заключать контракт. Когда о геострое не уложился в оговоренный срок, заказчик продлил договор на один, а затем на два года. В итоге медучреждение сдали в начале текущего года. За три года строительство подорожало на 57 миллионов 500 тысяч рублей до 307 миллионов 100 тысяч. В управлении ФАС считают, что продление сроков сдачи и подорожание объекта стали возможны благодаря сговору между заказчиком и исполнителем геострой и управлением капитального строительства республики. Однако предписания нарушителям выдавать не будут, так как объект построен, но в дальнейшем их могут привлечь к ответственности. Депутат Госдумы Ирина Филатова после скандала с нарядом Бузовой в Уфе предложила ввести требования подрезк коду для артистов. Письмо с предложением направили министру культуры России Ольге Любимовой. Напомню, Ольга Бузова выступила на фестивале ВК-фест в Уфе 1 июня. Он не был приурочен ко Дню защиты детей, но откровенный костюм певицы вызвал возмущение у ряда зрителей и общественников. При этом для такого рода мероприятий по закону устанавливается возрастной ценз. Так, депутат Госсобрания Рустам Ахмадинуров потребовал привлечь Бузову к ответственности за выбор образа. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала шоу провокацией и голой вечеринкой. В Следственном комитете региона обещали провести проверку в отношении исполнительницы и организаторов опен-эйра. По словам продюсера и организатора мероприятий с участием российских и зарубежных звезд в Шкортостане Радмира Усаева, обычно с артистами заранее проговаривается образ, но многие оставляют право выбора одежды за собой. Зачастую эпатаж для артистов имеет большее значение хрипануть. Для них как-то переплюнуть своих же партнеров, своих коллег, я думаю, здесь иногда находится в приоритете. К сожалению, это неправильная оппозиция. Я сейчас нахожусь на крестном ходе, вчера была жара, сегодня идет дождь, и вот представляете, в жару кто-нибудь шел бы в купальниках. Как писала Рыбака Уфа, сама певица принесла извинения в своих соцсетях. Она отметила, что 7 лет выступает на АВК-фест, ее образы всегда самые яркие и обсуждаемые. Бузова подчеркнула, что у фестиваля есть возрастное ограничение, если кто-то не готов на нее смотреть, может пропустить выступление. На этом у меня все, я с вами прощаюсь, оставайтесь на Рыбаке.